Какой бы термин не применили группе Queen, культовая, легендарная или популярнейшая, каждый будет точно отражать отношение к ней поклонников и критиков. Музыкальная команда давно стала классикой, если так, можно сказать о коллективе, исполняющем музыку в стиле хард и поп-рок в сочетании с глэмом и джазом. Мысль, а не создать ли нам свою группу, впервые пришла в голову студентов Imperial College London, Брайана Гаральда Мэя и Тимоти Стаффело. На выявленному коллективу парню присвоили название 1984, вдохновившись антиутопическим романом Джорджа Оруэлла. В колледже по объявлению ребята нашли себе барабанщика Роджера Мэддоуса Тейлора. В октябре 1964 музыканты дали первый концерт, а спустя три года умудрились выступить на разогреве начинающего и мало кому знакомого Джимми Хендрикса. Затем группа сменила название на Смайл и получила пропуск на одну сцену со знаменитыми Pink Floyd. В 1969 последовал первый серьезный контракт с крупным звукозаписывающим лейблом Mercury Records. Смайл успела выпустить сингл «Earth Step on Me», который, впрочем, остался незамеченным. Весной 1970-го Стаффел покинул коллектив. Замену ему искали недолго. Обрели ее в лице соседа Тима по комнате Фаруха Булсары. И поскольку обновился состав группы, друзья принялись обдумывать новое название. Рассматривался вариант Grand Dance, потом Rich Kids, но в итоге Фарух убедил всех взять в качестве названия Queen. Сам же Булсара назвался Фредди Меркьюри. Фредди, помимо того, что хорошо пел, оказался и отличным менеджером. Он имел детальное представление о том, как подавать музыкальный материал, как использовать голоса всех участников и как вести себя на сцене. Кроме этого, Меркьюри, как выпускник художественного колледжа, придумал и фирменный логотип группы. Основной костяк Queen на заре становления музыкальной карьеры составляли фронтмен Фредди Меркьюри, он же играл на клавишных, гитарист Брайан Мэй, за барабанами сидел Роджер Тейлор. До объединения вставших впоследствии культовым коллектив биографии у каждого складывались почти одинаково. У всех жизнь так или иначе была связана с музыкой. Брайан взял гитару в руки в 7 лет. Причем инструмент, сделанный из обломков мебели и камина, не менее известен, чем его владелец. Роджер начинал играть на гитаре в школьной команде Bublingover Bice, а за ударную установку переместился только в 1961-м. Выступал в группе Coase is Jack, она же Falcons. После ее распада перешел в Johnny Quale и Reaction. Фредди еще в школе сколотил с друзьями коллектив под названием The Hectics и выступал на танцах и праздниках. После переезда в Лондон пел в ливерпульской Ibex и Soru Milk Seah. Затем создал собственную группу Vreckage. Поиск бас-гитаристов Queen затянулся на год. Сначала им стал Майк Гроус из Johnny Quale Reaction, но через 4 месяца он ушел. Ему на смену пришел Барри Митчелл, с которым группа проработала до января 1971 года. Затем пару концертов с музыкантами отыграл Doug Boggy. И только четвертая попытка увенчалась успехом. Коллективу присоединился Джон Дикон. До Куин Джон еще подростком собирал свою первую группу The Position. А в новом коллективе, как технически грамотный товарищ, стал отличать за оборудование. В группе сочинением песен занимались все участники, но Дикон меньше всех. Однако все его композиции превратились в стопроцентные хиты. I want to break free. I'm not sure on the beat, some the dust. You are my best friend. В слову, после смерти Фредди Меркьюри отказался от дальнейшей творческой деятельности и участия в проектах Queen. Более того, бас-гитариста следил ремейк хита Where are the Champions. Выполнены оставшимися участниками группы в сотрудничестве с Робби Уильямсом. Летом 1972 года Queen сделала демозапись на лондонской DeLane Lear Studios, состоящую из двух песен. The Night Comes Down и Lear. Затем при последничестве компании 3DM заключила контракт и получила право на запись полноценного альбома, но только в то время, когда студия была свободна. Ребятам приходилось изворачиваться, так как они продолжали получать образование и подрабатывали. Лейбл выдвинул еще одно условие. Вместе с пластинкой Queen записать песни других, курируемых, DeLane Lear-исполнителей. К концу года кое-как удалось подписать контракт с одной из крупнейших мировых компаний, Electric Music Industries. Выпустить дебютный сингл Keep Yourself Alive. А после и альбом. Заметные славы, как и финансового благополучия, ни песни, ни альбом Queen не принесли. Хотя в США тираж пластинки составил 150 тысяч экземпляров. Группа начала выезжать на гастроли за рубеж. После того, как музыканты выступили на разогреве рок-группы Modze Hopple, у коллектива появилась собственная армия поклонников. Ситуация изменилась с альбомом Queen 2 и композицией Seven Seas of Rain, которые попали в британские топ-5 и топ-10 соответственно. Классический хард-рок сменился на многоголосие, некоторую помпезность исполнения на помп-рок. Тем не менее, пластина концептуально поделилась на черную и белую стороны. Стала самой тяжелой дискографией группы. Только на родине музыкантов альбом разошелся, держом в 250 тысяч копий. Мировую известность, причем в отсутствии рекламы, принес третий студийный – Share Heart Attack, в котором среди прочих записан первый хит – Killer Queen. Теперь в заокеанское турне отправилась сама Queen. Однако, к удивлению прессы и фанатов, группа не заработала ничего с продаж альбома. Более того, странным образом оказалась должна звукозаписывающей компании шестизначная сумма. Эми постаралась погасить скандал и выделила средства, чтобы Queen рассчиталась с ее дочкой – 3D. На всю сумму группа опять-таки должна была вернуть. Как потом рассказывали Роджер и Брайан, выход оставался один – записать эпохальный альбом. От этого зависело дальнейшее существование коллектива. И следующий сингл – Богемская рапсодия. Считающийся отдельными музыкальными обозревателями лучшей композиции группы, поднимется на вершины хит-парадов. Радиостанции поначалу отказались пускать в эфир шестиминутную песню. Рискнул только знакомый Фредди Динджей. Снятый на Богемскую рапсодию ролик считается прародителем индустрии клипов. Не меньший успех ожидал и в целом альбом «A Night» от The Opera. Самый жанрово разнообразный. Вышедший следом «A Day at the Races» в какой-то части походил на своего предшественника, за что подвергся беспрецедентной критике. Но песня с него «Somebody to Love» Стало очередным хитом. Предварительный заказ к радости менеджеров составил 500 тысяч экземпляров. Вместе с пластинкой «News of the World» армия поклонников, к тому моменту исчислявшаяся миллионами, получила два гимна Queen. Композиция «We are the champions» И «We will rock you» В альбоме «Впервые» прослеживается необычное сочетание панка и вокала солиста. Диск «Джаз» не имел ничего общего с джазом, но также отличался пестротой стилей. Трек «Мустафа», написанный «Меркьюри» Представлял собой набор слов, имитирующих арабский язык. Некоторые из них, «Мустафа» и «Баргим» можно разобрать, а остальные непереводимы. Песни «Fat but to meet girls» и «Bicycle race» вызвали волну возмущения общественности. Исполнители обменяли в аморальности и чуть ли не в распространении порнографии. Квинни осталась в долгу и провела феерическую презентацию с участием стриптизерш, борцов, глотателей огня. А в 1981-м группа записала саундтрек к фильму «Ужасов» Дино де Лорентиса «Флэш Гордон». Под таким же названием вышел 9-й студийный альбом. В европейские и американские топы поднимался альбом «Life Killers The Works» с явным звучанием электропопа. Эпатажный клип к треку «I Want to Break Free» привлек массу внимания, так как музыканты сняли с нем женские одежды. Пластину «Hot Space» критики назвали разочарованием и удостоили внимания только коллаборацию с Дэвидом Боуи «Ундар Прейсуры». Основной альбом «A Kind of Magic» стал саундтреком к фильму «Горец». А сам диск, как и гастроли в его честь, имели настолько большую популярность, что на базе этого тура вышло специальное издание «Queen at Wembley» с записью концерта на стадионе Wembley в 1986 году. В него также вошли интервью с участниками группы, фан-камы и документальные фильмы подготовки к выступлениям. В этом же году вышел 30-й сингл коллектива, написанный Меркьюрию и Диконом «Freunds will be Freunds». 9 августа 1986 года прошло выступление Queen в Небуорт-парке. Особенно мне его сделало не то, что это был последний концерт Magic Tour, а то, что это был последний концерт вместе с Фредди Меркьюри. С сольным альбомом певца «Барселона. Музыкальный мир» познакомился с жанром кроссовера. В записи диска Фредди спел дуэтом с оперной дивой «Манзерат Кабали». 1991 увидела свет творческое завещание Фредди. Песня «The show must go on». После смерти лидера группа работает в формате Queen+, участвует в благотворительных мероприятиях. Выйти на одну сцену с мировой легендой посчитали за честь Джордж Майкл и Робби Уильямс, Дэвид Боуи и Элтон Джон. В рамках тура с Полом Роджерсом в 2008 году Queen посетила Россию, выступив в Москве на стадионе Олимпийский. «The show must go on! The show must go on! The show must go on!» Интересный подарок из прошлого фанаты получили от Diario Ole в 2019 году. Ко дню рождения Фредди Меркури Протало публиковал фото с турне Queen по Аргентине в 1981 году, где к солисту присоединился лидер аргентинской сборной Диего Марадонна. Благодаря фильму «Богемская рапсодия», который вышел в 2018 году, Queen зарабатывает по 100 тысяч стерлингов в день. Этот фильм стал одним из самых успешных фильмов о музыке в истории, заработав в мировом прокате более 900 миллионов долларов. Согласно финансовым отчетам компании Queen Production, доходы группы за период 12 месяцев вплоть до сентября 2020 года составили 19,1 миллиона фунтов стерлингов до вычета налогов, а полный оборот – 42 миллиона фунтов стерлингов. Все эти доходы в равных долях разделены между Брайаном Мэем, Роджером Тейлором, Джоном Диконом и распорядителями наследия Фредди Меркьюри. Для сравнения, в год предшествовавший выходу фильма Queen Production отчитались об оборотах в 21,9 миллиона фунтов стерлингов и прибыли в 11,8 миллиона до налогообложения. В 2019 году доходы группы были еще большими, с полным оборотом 50,8 миллиона фунтов стерлингов. Сейчас группа Queen продолжает концертную деятельность в различных коллаборациях и держит связь с фанатами в официальном инстаграм-аккаунте. Европейский тур Queen и Адама Ламберта, запланированный на 2020 год, не состоялся ввиду ограничений из-за пандемии, однако было продано 400 тысяч билетов. Их владельцы остались ни с чем. Весной 2021 года обещанный концерт все-таки анонсировали. Пока же Queen не могла гастролировать, они выкладывали на своем YouTube-канале ролики с прошлых туров, а также сделали ремейк «Благодарность врачам» на песню «You are the champions». В 2021 году коллективу исполнилось 50 лет. В честь этого события британский монетный двор выпустил серию юбилейных монет, на одной стороне которых изображена Елизавета II, а на другой – инструменты участников группы. Также к событию приурочен выход компьютерной игры Queen Rock Tour персонажами в виде легендарных музыкантов. По словам автора в книге «100 британских хитов» Иона Кертнера и Спенсера Лея, когда Фредди Меркьюри записывал «Богемскую рапсодию», он играл на том же пианино, что и Пол Маккартни, исполняя «Hey you do». В группе существовало правило не обсуждать с автором песни смысл ее текста, потому что слова могли опираться на что-то личное, интересоваться чем считалось, нетактично. У Queen есть звезда на Аллее Славы в Голливуде. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Подготовка и выпуск подобных роликов отнимают много сил и времени. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, также можете подписаться на мой второй канал, ссылка в описании. С вами не прощаюсь и до встречи.